Заглянуть в прошлое и почувствовать себя великими воинами. В Израиле энтузиасты из исторических клубов воссоздали битву при Хатине, одно из ключевых событий в истории Святой Земли. Падение Иерусалимского королевства наблюдал Сергей Услендер. Под палящим солнцем бредут по Галилее усталые воины, а вдали на холмах маячит вражеская конница. И бросится бы на них разгромить одним ударом, но сарацины, не принимая боя, отходят и заманивают христианское войско всё дальше. Всё примерно так и было только 800 лет назад, когда здесь, на этих холмах, в битве у Хатина решилась судьба Иерусалимского королевства. Разумеется, это историческая реконструкция. События давно минувших дней воссоздают энтузиасты исторических клубов Израиля. Играют в реальность. Весь маршрут, который войско короля Гиделузиньяна двигалось до места битвы, идут пешком, волокут на себе снаряжение и оружие. Смотришь и диву даёшься. Зачем всем этим людям, состоявшимся с работой и семьями, такие приключения? А они говорят, да мы без них жить не можем. Это последняя эпоха, когда ещё была же восказка. Что-то иррациональное, то, чем жили люди. До появления капитализма, накопления, до того, как именно рационализм всё это поглотил. Мечи и копья, щиты и доспехи, костюмы маркетанток и шлемы благородных рыцарей – всё штучное. Что-то ковали сами, что-то заказывали. Из современного только зажигалки и пластиковые бутылки. За водой следят строго. Христианское войско погибло именно из-за её отсутствия. Халат, к примеру, на мне я делал с археологических находок халатов сельджуков 12 века. На мне кожаные доспехи, фрагменты таких доспехов были найдены в Дамаске. Трудно вообразить себе, что чувствовали воины-тамплееры, когда брели навстречу верной гибели. Испепеляющий зной, отсутствие воды и тяжеленные доспехи. Чудо, что они вообще смогли пройти весь этот путь. Чтобы понять, что ощущали воины того времени, достаточно вот эту рыцарскую кольчугу просто подержать в руках. Не обязательно её даже надевать на себя. Весит она, мне кажется, килограммов 30. На солнце за полчаса нагревается, как жаровня. А теперь представьте, что вот в такой кольчуге, со всем снаряжением, меч, щит, шлем, нужно было идти пешком километров 50, после этого ещё и воевать. Я не представляю, как они это делали. И вот они, рога Хаттина, место, где Саладин атаковал расстроенные ряды тамплиеров. Рыцари дрались отчаянно, они уже видели гладь Галилейского моря, но сил прорваться к воде не осталось. Не было кавалерии, кони пали от жажды. Король и бароны попали в плен, рядовых воинов обезглавили. Через два месяца султан взял Иерусалим, и история Великого Королевства закончилась. Чтобы через 800 лет возродиться вот в таких исторических реконструкциях. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.